Горячего всех приветствую. Мы, как видите, ну я в аэропорту, аэропорт Домодедово, и мы летим в Бишкек. А воздух-то какой! Пожалуйста, горы, лошади, коровы. Субтитры делал DimaTorzok И людей в наручниках, это все, я так понимаю, что иммигранты. Ладно, сейчас буду искать. Страшно. Ну что, друзья, вот мы и в Бишкеке. Первые свои эмоции скажу. Ну, практически один в один Ярославль. За исключением видовых особенностей, которые сейчас покажу. Ну, то есть, вот какая-то такая красота, да. Но при этом, при этом достаточно много на улице люди занимаются уборкой. Какой-то я, в какой-то, по-моему, к центру зашел, какой-то по... Погуляю сейчас, посмотрим. И здесь такой рассвет. Встречаем рассвет в Бишкеке. Субтитры делал DimaTorzok Классическое исполнение. Ну, городов-миллионников. Большая площадь. Тут же какой-то там президент, администрация, крупная ДК и торговый центр. Ну, то есть, это такой классический сценарий. За исключением каких-то вот национальных одежд в виде шапок, которые обязательно надо будет убить. Ну, впечатление продолжает накапливаться. Вот, на текущий момент. Понимаете, нельзя же много говорить, чтобы никого не обидеть. Вот. Понятно, что не на камеру бы сказал чуть больше, да. Но, ну, в целом, ну, не Ахти. Вот. Никого, опять-таки, не хочу обидеть. Ну, не то, что не Ахти. Но, ну, это обычный город. Как вот мой, как Ярославль, как Кострома. Другие здания там. Ну, другое чуть небо, конечно же. Другие запахи. Вот. Какие-то памятники интересные. Ну, типа, какой-то мужчина здесь. Здесь вот какая-то концертный зал или что-то. Ну, здесь вот такая картинка хорошая. Ну, сказать, чтобы как-то было комфортно, как видите, я одел кутку. Там без куртки холодновато. Вот. Ну, не знаю. Ну, в целом, это приятно. Вопрос в том, что мне сейчас надо два часа где-то продвигаться. Потом сделать сим-карту. А потом отправляться в банк. Пытаться сделать банковскую карту. Собственно говоря, цель нашего визита. Потом заселяюсь в отеле и ждем, пока сделают карту, если сделают. Если вообще найду, кто сделает. Ну, так, может, погуляю, отдохну, поработаю чуть-чуть. Продолжение следует... 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 который в воде растворили примерно что-то подобное там еще был кисломолочный красный это вот такой вот зерновой типа вот так кисломолочный синий я уж в один день все не буду пробовать а то я потом не слезу с белого камня направляемся на это колесо обозрения напоследок покатаемся это максимум на что меня хватит сегодня покатаясь на колесе обозрения и все я всю ночь не спал вы ли был в 10 часов в 10 30 из-за того что на самолет сажали мигрантов мы задержались на полчаса то есть мы там должны были в 10 30 вылететь вылетели в 11 приземлили соответственно тоже дольше вот но справедливости ради время в полете три с половиной часа то есть и стоимость билета дам даже можно было за 8000 взять билет так что ну не такие большие какие-то деньги вот но опять таки ну вот смотрите даже здание вот допустим вот оно такое в советской стилистике да то есть это эпоха какого-то то есть я думаю что 80 какой-то год да но красиво сохранилось все хорошо но я бы второй раз особо сюда не поехал но один раз побывать просто замечательно потому что сейчас в россии в ярославле мне сколько там градусов 3-4 плюса да я выезжал дождик был слякоть а тут прекрасное солнышко я вот иду уже футболки уже жарко время обед я щас посплю и еще выйду на вечернюю прогулку тоже день здесь пошароебюсь пока в центре вот а завтра получать банковскую карту вроде как все нормально но не будем загасывать 1 по его 1 установились на раскачивается жесть какие-то 300 и виды то у нас сейчас откроется красота стоимость данного тракциона 150 сом ну на наши 150 рублей на наши вот ну ярославль это дороже здесь вот эти горы красиво открывается знамя красиво открывается ну и в принципе все больше ничего не открывается но в принципе все есть мой день новые приключения проходил вот такие вот просто идешь по улице и не знаю как улицу короче много на улице магазинчиков и один из полезных для меня увидел что доставка грузов из китая у нас есть конечно же человек который занимается доставкой то есть ребята там уже откатанная технология вот но нам интересно что по радиодетали то есть радиодетали это такая боль у нас проблема потому что язык почему-то такое состояние стройки радиодетали сейчас радиодетали проблемное место почему потому что они маленькие и то есть типа их большой статумент заказывает там тысячу наименований которые стоят там по доллару да то есть вот ну такое себе и здесь короче вот проходил и просто улица магазинчик данки по доставке грузов из китая вот зашел обменялся визиточками вот они такие типах ну мы тоже три процента мы берем я так но это все в плачевном состоянии ремонт пенсионеров да нам не подвескать может здесь каких-то найдем людей которым бы мы поставляли запчасти вот так вот по навигации яндекс такси работает без проблем можно перемещаться и достаточно быстро все берут то есть бывает такое что в ярославле или там москве нажимаешь и там ищем ищем машины ищем ищем то есть нет здесь такого не сразу нажал через буквально там 5-10 секунд водитель такой-то подъедет там через три минуты вот он там сейчас подъедет но машину основном конечно такие бюджетные машины в основном ушатная я сейчас бы здесь вот бакай банк получил карточки а тоже вы на них деньги мне напереводите короче вот такие карты все хорошо сначала не поверил название но название называется старый топчок такой строительный рынок очень колоритное конечно место очень много всего очень много железа вот но железо я так понимаю что в основном металлопрокат но при желании я думаю что можно все найти вот ну вначале глаза конечно разбегаются только они позади профлист делаю тут же так сказать железо прям приходит какой-то там профлист вот нагнули в сделали да такой конечно конкуренция рождает широкий ассортимент тут конечно мне кажется бесконечными и это еще не самый ну какой это такой такой больше строительный но уже классный здесь после этого места мы отправимся еще одно еще один рынок там что-то я так посмотрел по карте то там прям совсем этот как садовод отдыхает московский посмотрим рынок строительных материалов тут конечно просто завал прикиньте что нашел прямо скотный рынок сейчас покажу скотный рынок как порошка какие петухи сразу мне барана предложили прям можно купить бараны короче а вот такси сейчас в тенечек отошел просто на солнышке вообще уже стоять невозможно тем более в кофте вот на заднем плане сейчас блин сейчас я вам покажу с другой стороны там вот горы в снегу то есть такой контраст между снегом и жарой солнечно хорошо погода конечно супер машины в основном honda honda fit часто встречаются камера по м а м м м м м Здесь, кстати, прохладно, хорошо. Короче, машина такси сломалась на перекрестке, и тут же стояли гаишники, и выписали штраф, вот его сейчас оформляют, сейчас покажу вам. Короче, висел в ухо приключения, сейчас происходит заправка бензином, короче, вот там стоят бутылки, и чувак просто наливает, ему платят. То есть так заправляет бензин или что-то, прикольно. Заправляемся газом, видите, написано, экогаз, не знаю, сколько он стоит, но, по-моему, не знаю, сейчас узнаем, сколько стоит, прямо, то есть вставляется, как в пистолет, в обычный бак, то есть заправка, бишкек, там, чего-то. Сейчас узнаем, сколько будет стоить. Так, так же, что-то перекрыл, и вот какой-то краник, 31 рубль за литр, если я правильно понимаю. Я еду в автомобиле Hyundai Sonata, это Яндекс Бизнес, я заказал с кондиционером, что, потому что уже на улице жарко. Едем мы в горы, то есть вот за окном у нас уже вот такие виды, то есть уже какие-то горы. Здесь горы, пожалуйста, здесь. Вот, мы едем в термальный источник, вот, в термальный источник, 40 километров от бишкека, и стоит это в бизнесе, на секундочку, 2000 сома, то есть 2000 рублей. В бизнесе 40 километров. Да, в Москве просто ты от вокзала до вокзала доедешь за 2000 в бизнесе, и то не факт, что приедешь. Самый прикол, что ты называешь такси, любой там бизнес, там эконом, там прочее, как бы сразу же приезжает, то есть прям вот 3 минуты максимум я ждал, наверное. То есть вот такой вот сервис в плане. Такой вот баллон, корейский прямо. То есть прям под моим сиденьем, да? И здесь это. Нет, это безопасно. Ну, да. Нет, слушай, у нас вообще такого нигде нет. Нет. Вообще, ну, есть отдельные какие-то заправочки, но такого нету практически. А это вот ты что нажимаешь? Вот, это 1, это 0. То есть вот сюда наугиваешь, все. А, ага. А потом от... На 1, и оно останавливается, да. Поним, понял, понял. Тридцать один девяносто сом. Ага. А пара по расходу примерно сколько литров выходит на 100 километров? 100 километров? 18. 18? Ну, побольше, чем бензин, да. Но зато дешевле. Да. Угу. Ну, вот такие дела. Здравствуйте. Здравствуйте. А не подскажете, источники здесь какие-то горящие? Вот через вот этот, вот туда, да? Спасибо. Короче, через мост. Универсальный магазин. Бассейн, написан с тревочкой оттуда. Ну, там, да. Смотря кто туда приехал, все равно. А воздух-то какой! О, ребята! Просто бомба! Бомба! Сейчас я вам покажу еще. Здесь сказали, идите туда. Хе-хе-хе. Куда? Непонятно пока. М-м-м. Ну, сейчас будем искать. Не знаю, куда идти. Спросил у одних, у вторых. Короче, здесь какой-то остатки старого санатория. Старого, советского. Здесь там был видеозал. А вот, бабушка сказала, с клюшкой, иди, говорит, прямо. Но они причем так говорят. Типа, ты что, слышишь? Я не знаю, такая какая-то пауза потом. Ну, да, вот сюда. Так странненько. По-любому, где-нибудь тут Орел с Решкой свою бутылочку претал. В какую-то тут администрацию зашел, спросил, я говорю, где хоть что-то, ну, никаких не указателей, ничего. Ну, говоришь, туда по лестнице иди, там, увидишь. Ой, ну, да, пошел. Нашел вот такое место. Источник жизненной силы. Сейчас попьем. Ну, вода как вода. Она теплая. Значит, где-то здесь должен быть купальник. А здесь вот еще, пожалуйста, кружечки. Тоже можно попить. Водичка, фонтанчик. Купаться уже здесь не буду. Труциты взял. Думал, намочу. Вот. Ну, что-то мне по-большому приспичило. Как бы не понадобились мне запасные трусы. Короче, верхний покрыт до апреля. Вот. Ну, так, прикольное местечко, конечно. Не скажу я, что стоит своих денег. Ну, нормально. Надо сейчас попить, купить. Вот. Ну, вот при гостинице есть там вот этот. Ну, и все, собственно говоря. Пойду я сейчас попить. Друзья, приветствую вас. В Кыргызстане. Пожалуйста. Горы. Лошади. Коровы. Мы ездили на горячий источник. И вот решили остановиться. Как вам видочек? Там вот тоже лошади. Там вот тоже все лошади. Внизу тоже пасутся у нас лошади. Красота. Уже есть практически традиция кушать... Как он называется? Тумьян. Ну, короче, оранжевый суп. Вот. Не знаю, мне здесь все понравилось. За исключением, не хватает остроты. То есть, ты когда берешь тумьян, ты берешь его именно для остроты. Здесь, к сожалению, остроты нет. Но при этом есть красная рыба. Есть большие, хорошие креветки. Сама подача, в принципе, все хорошо. Но вот чуть-чуть не хватает остроты. Вот. Сейчас принесут стейк. Будем пробовать стейк. Самое главное, что стейк... Ну, вот сейчас прошу меня простить, жители не Москвы. Да? То есть, для москвичей это нормально, что стейк стоит, там, типа, больше тысячи. Вот. Для не москвичей, типа, кусочек мяса больше тысячи стоит не может, как бы, да? То есть, барана можно купить за тысячу. 900 рублей, стейк по-нью-йоркски. Должен сейчас принести. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.